здравствуйте дорогие мои друзья английский премьер борис борька джонсон такой этот ухарь да знаете у него такой причесон вообще ну всегда отличался еще когда он не был премьером причесон у него да и поведение тоже видимо ну борька джонсон вообще не дурак выпить как я понимаю по моему были скандалы с тем что он там во время ну этого так сказать карантина где-то в правительственных резиденциях там собирал такие вечеринки и крепко квасил за государственный счет то есть друзья мои тоже такой ну в общем жулик жухала как боится как как говорили в детстве жухала долго не живет но борька джонсон очень ловко держится на этом посту но не важно это предисловие друзья мои он значит переманивает российских ученых прямо в открытую говорит всем ученым так сказать специалистам который который в россии хреново будьте любезны и так сказать на гостеприимный берег там туман туманного альбиона мы вам все предоставим жилье и все нормально будет будете работать на благо британской империи британский империи уже нету но во всяком случае под это крылом королевы матери и и его борица джонса российские ученые будут так сказать возрождать продвигать науку возрождать вот у нас надо возрождать у них то надо продвигать друзья мои сегодня на эти слова ответил песочница дмитрий песков так сказать голос глаза усы президента потому что президент не носит усов вместо него их носит песков и значит получается песков сказал как же как удержать ученых им нужно как говорится обеспечить нормальные условия нормальные условия и хорошую хорошую работу все больше люди останутся на родине им нужна хорошая зарплата уверенность завтрашнем завтрашнем дне там ну как бы ничего сверхъестественного мы им это обеспечим на друзья мои и у нет нормально друзьям действительно почему бы нет обеспечьте и если бы вы еще обеспечили вот то же самое всем остальным гражданам да там рабочим крестьянам там инженером специалистам журналистам артистам никто бы никто бы не бежал никто бы не уезжал с родины все бы здесь наоборот сюда бы ехали сюда бы может быть эти так сказать британцы с удовольствием приехали бы и жили здесь на просторах россиюшки но почему-то поток всегда в ту сторону да все время эти из из россии волны эмиграции там уже сейчас я не знаю сколько этих волн вот как только началась вот это вот бодяга там с этой спецоперации сколько айтишников просто взяли собрали свои рюкзачки чемоданчики дунули они не зависят от того могут работать где угодно и здесь сразу почувствовали ага здесь пахнет керосином и рванули можно обвинять этих людей говорить ах они как так как они как они могут работать на эти страны запада можно друзья мои а можно и обеспечить нормальные условия но способен ли димон песков вместе со своим пляшевым шефом обеспечить хоть хоть одну какую-то эту нет дураков они обеспечить могут они вокруг себя их расплодили огромное количество дураков которые будут им петь в уши все будет сделано шеф шеф все будет сделано но ничего не делают от лучше бы даже ничего не делали если делают все провал на провале поэтому как им самим не надоел потому что сам песков тоже является подобным специалистом то есть как профессионалы его рассматривать ну вот посмотришь просто идиот вот ему надеть вот пиджачок снять надеть пижамку так сказать это в полосочку какую-нибудь это или халатик больничный и знаете он как органично впишется в пейзаж какой-нибудь кащенкой вообще будет вот скажу да четко больной выпученные глаза усы такой бешеный взгляд причесон ежиком скажу да это четко какой-то манять маниакально депрессивный психоз спору нету его шефа если тоже тоже костюмчик снять ботиночки вот эти вот на толстой подошве снять и тоже обредить пир пижамку или халатик вообще друзья мои скажу ну блин и этот человек как помните фильм собачье сердце когда ну как бы шарикова обратно стали переделывать собаку и пришел следователь говорит где там где граждане шариков вы его убили пожалуйста вот он бегает и там шариков бегает там говори кричит что-то оборвал оборвал как 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 же этот человек работал у вас он же был начальником начальником чиновником начать начальником отдела зачистки почистки в общем да кто же его рекомендовал все это швондер ну вот и нам тоже какой-то швондер порекомендовал что сумасшедшие сумели надеть не больные не халаты докторов а сумели надеть эти костюмы и притворяются теперь политическими деятельными ну по-моему так друзья мои по-моему так но жалко что конечно ученые бегут все бегут до динамо бежит все бегут ученые бегут и даже бегут к сумасшедшему вот этому джонсона кстати тоже не друзья мои абсолютно да это наших там обсирают да нет джонсона тоже оденьте в больничный халат точно вылитая копия четкой психбольной никуда не денешься пока